Микс Ньюс На прямой связи медицинский журналист Алексей Водовозов, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот в первой части мы говорили с кандидатом ветеринарных наук, вирусологом Надеждой Рахманиной. Она считает, что причин для паники нет, и тот сценарий, который был реализован в сериале «Эпидемия» или в фильме «Заражение Соденберга», он, в общем-то, вряд ли будет осуществим в реальной жизни. Вот, на ваш взгляд, насколько действительно серьезная ситуация, вот эти постапокалиптические настроения, которые мы видим в Фейсбуке и в других социальных сетях, они имеют под собой основания, учитывая ситуацию? Ну, с одной стороны, конечно, имеют, да, потому что вспышка действительно серьезная. Если будем смотреть хотя бы вот на сегодняшний день количество инфицированных, то, скорее всего, она уже будет крупнее, чем вспышка аналогичного коронавируса SARS, который уже был и с которым мы уже сталкивались. Летальность, ну, пока сложно оценивать, да, но если это близкий родственник или SARS, или того же ближневосточного, например, вируса, тоже коронавируса, то там разброс может быть от 10 до 35 процентов, это, в общем-то, достаточно много. То есть ситуация, на самом деле, серьезная. Другой вопрос, что паниковать по этому поводу, конечно, не стоит. И в основном все, что происходит и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, и в других соцсетях, в том числе в зарубежных, оно, конечно, преувеличено. Это мягко говоря, да, и там очень хорошо видны, в том числе финансовые интересы, скажем так, людей, которые раскручивают всякие интересные направления. То есть повылазили различные шарлатаны, и если официальная медицина говорит, что, ну, к сожалению, у нас пока что достоверных лекарств против этой заразы нет, вакцины против нее пока что нет, то уже вот попадались и чаи различные, они уже точно защищают. Канеопаты активизировали. Бейджики с хлором, еще там, еще что-то, что-то, уже масса всего, что прямо вот на 100 процентов может вас защитить. Ну, вот вопрос от нашей радиослушательницы, она задает его по WhatsApp, почему Всемирная Организация Здравоохранения еще не ввела режим чрезвычайного положения, на ваш взгляд? Ну, смотрите, во-первых, было заседание в самом начале этого заболевания, и та ситуация, которая была по цифрам, по всему остальному. Кстати, следует сказать, что Китай в этот раз молодец. В случае с SARS они очень долго скрывали все, что там происходило, информация была недоступна, а здесь прям сразу открыто, любые источники, чуть ли не в онлайн-режиме все это можно наблюдать, и специалисты ВОЗ уже там работают и так далее. И именно по докладу специалистов ВОЗ не было необходимости объявлять чрезвычайную ситуацию. А сейчас будет, сегодня должно было пройти, я не готов сказать, прошло или нет, сегодня должно было пройти заседание этой группы по чрезвычайным ситуациям, и посмотрим, какое будет решение. Просто если посмотреть основное, конечно, самая большая проблема, это для самого Китая, потому что подавляющее большинство заразившихся, почти там уже 7 783, насколько я знаю, на сегодня заразившихся, это в основном все Китай. Все, что за рубежом, там чуть меньше 100 случаев получается. И нужно ли это называть глобальной проблемой? Ну, я не готов сказать. И нужно ли объявлять именно чрезвычайную ситуацию глобальную? Скорее всего, пока нет. То есть, те данные, которые у нас на сегодня есть, позволяют говорить о том, что за рубежом, скорее всего, не происходит такой массовой передачи вируса. И все это локализовано именно в Китае, и в основном, конечно, в той провинции, в которой был Ухань. Ну, вот сериал «Эпидемия», который я уже упомянул, я понимаю, что это продукт массовой культуры, но, тем не менее, там показано, что происходит с Москвой, большим мегаполисом, который взят в оцепление. Мы видим, что Китай взял в оцепление Ухань, 11-миллионный город, и как раз многих эти меры пугают, потому что, если такие города берут в оцепление военные, то, значит, ситуация окажется действительно серьезной. Вот на ваш взгляд, насколько это решение, во-первых, обычное в такой ситуации, а во-вторых, обоснованное? Это обоснованное абсолютно решение, оно называется карантин. Его знают с 14 века, впервые применили во время черной смерти, это эпидемия чумы, точнее, пандемия, скорее всего, чумы того времени. И тогда суда, например, 40 дней просто лежали на рейде, не пускали в порт, именно потому, чтобы они за это время, то есть бубонная чума 38 дней примерно, а легочная чума там буквально меньше недели даже может быть. То есть какой-то исход должен был определиться. Так и здесь. Самое главное что? Не допустить утечки вот этой инфекции за пределы и города в том числе, и страны, и самое главное. И, как можно судить по цифрам, внутри Китая, к сожалению, распространение произошло, хотя и не такое массовое, как могло бы быть, а вот за рубеж утекло буквально единицы. То есть китайские службы в этом смысле сработали просто вот на 5+. Молодцы, ничего не скажешь. Оправданность? Да, это оправданно. Именно потому, что, извините, от нас до Китая лететь всего ничего. Ну, в России достаточно протяженная даже сухопутная граница есть в том числе. И есть режимы приграничной зоны, когда, ну, возможен просто пеший переход, например, из одной страны в другую и так далее. То есть эти противоэпидемические мероприятия, они обоснованы. Например, очень хорошо это показано на случае с лихорадкой Эбола. Когда первые вспышки возникали, они были на фоне, скажем так, авторитарных режимов, да, то есть таких страшных различных диктатур, но вот эти противоэпидемические мероприятия соблюдались просто четко. Оцепление, пулеметы, все, никто не входит, не выходит. И удавалось достаточно быстро погасить. А если посмотреть последнюю вспышку, мои коллеги ездили туда волонтерами, в том числе работать, работать уже было очень тяжело. Почему? Ну, потому что этот режим соблюдался так себе, то есть через раз. И даже полиция иногда боялась ходить в некоторые районы для того, чтобы проводить, чтобы врачи проводили осмотр. Они ходили сами на свой страх и риск, полиция вооруженная, их даже боялась сопровождать. И кроме того, например, происходило воровство трупов элементарные, потому что по местным традициям, там все еще родоплеменные отношения достаточно такие четкие, выраженные, имеющие влияние, для того, чтобы попрощаться с усопшим, все племя должно было с ним определенным образом контактировать. Там либо носами потереться, или еще, я уже не помню тонкости, но главное, что они утаскивали труп умершего от эболы, и потом из этого племени завозили новых пострадавших. Поэтому чрезвычайно важно соблюдать противоэпидемические мероприятия, в этом смысле. Вот все сделано очень четко. Вот скептики как раз обратили внимание на то, что каждые несколько лет появляется страшное заболевание, которое обещает уничтожить человечество, а через несколько месяцев о нем забывают, появляется новый информационный повод, и мы уже не помним и про эболу, и про вирус Зика, и про свиной и птичий грипп, и так далее, и тому подобное. Много эпидемии уже прошло через нас, и вроде как выжили. И, соответственно, как раз обращают внимание на то, что вот этот информационный шум вокруг китайского коронавируса – это еще одна история, которую очень скоро забудут. Чем-то отличается от всех предыдущих? Очень бы хотелось, конечно, чтобы про нее достаточно быстро забыли, чтобы она не оставила такого следа в истории, как та же Испанка, например, или вот буквально совсем недавно чума, которая перекатывалась между XIX и XX веком. И в том же Китае, кстати, и там количество жертв было просто несоизмеримым. И сейчас чума есть, например, и на Мадагаскаре была вспышка, и в том же Китае с легочными формами в том числе. Как-то никакая пена не поднималась, ничего такого страшного не происходило. Просто потому, что человечество научилось жить, в том числе со всякими тяжелыми инфекциями. Да, мы понимаем, что у нас есть горь, который никуда пока что выгнать не удается. У нас есть туберкулез, например, который чрезвычайно актуален, в том числе для европейского региона, и в том числе эпидемия ВИЧ, сейчас основной прирост за счет Восточной Европы и бывших стран Средней Азии, Советской и так далее. То есть это, скажем, людей нужно пугать, понимаете? То есть людей нужно каждый раз пугать. Средства массовой информации на этом хорошо живут. Не только средства массовой информации, но и все, кто продают еще самые различные приспособления, начиная от каких-то приборов по обработке воздуха особых, заканчивая теми же масками. Вот сейчас миллионерами, наверное, станут продавцы масок обычных медицинских. То есть нужен повод громкий, яркий, красивый. И вот повод с китайским коронавирусом, он как раз такой. И по реакции, и в соцсетях, и везде, мы видим, что да, его используют исключительно как повод для раскрутки, не более того. Если смотреть с точки зрения эпидемиологии, да, вспышка. Ну да, массивная, да. Но по большому счету ничего экстраординарного не происходит. То есть того, что произошло в фильме «Заражение», я сегодня с вами говорю таким кинематографическим языком, учитывая, сколько моих знакомых посмотрели за последнее время фильм «Заражение», там как раз решило о том, что каждый 12-й житель Земли заболел вот этим вот вирусом, и, соответственно, там уже все полетело, включая биржи и так далее. Ну, интересно, в качестве иллюстрации в самом начале использовали фрагменты из этого фильма. То есть выдавали это за съемки из Ухани. Ну вот на ваш взгляд, все-таки такого нам не грозит каждый 12-й, не заболеет все-таки коронавирус? Думаю, что нет. Потому что если мы посмотрим даже крупнейшие пандемии вообще в нашей истории, ну да, там вымирало, ну, ощутимое, конечно, количество населения, но это тогда отсутствовала медицинская помощь как класс, да, например, в том же, например, Юстинианово-Чума, если мы будем говорить, это где-то первое тысячелетие, там почти 45% населения вымерло, то есть это эти карты второй. Если мы говорим о черной смерти, это примерно 50-60% населения Европы было уничтожено и так далее. То есть каждый раз, когда приходило некое страшное заболевание, не было методов противостояния. Тот же карантин, повторюсь, изобрели только в 14-м веке. И потом, когда им начали активно пользоваться, количество жертв уже пошло на нет. Ну, не на нет, конечно, но существенно снизилось. Да, на нет оно сошло сейчас, когда у нас есть возможность вытаскивать пациентов даже тяжелейших, то есть тех, которые на 100% умерли бы еще лет 100 назад. Сегодня есть и различные методы поддержания деятельности органов, в том числе и корпоральная оксигенация, например, и она действительно неплохо помогла пациентам вот этой тяжелой пневмонии. Уже ее использовали и спробовали, и действительно люди выживали в том числе. Да, конечно, пока что счет, если смотреть, он все еще в пользу инфекции. То есть у нас есть 170 летальных исходов и 133 выздоровеющих. Но, еще раз повторюсь, мы еще в самом начале этой вспышки, и даже вот это соотношение, оно уже внушает такой осторожный, но все-таки активность. Вопрос от наших слушателей, поступают они по WhatsApp. Для кого коронавирус может стать смертельным, или угроза есть для каждого, или какие-то отдельные группы подвержены большему риску? Как обычно, конечно, есть группа риска. Если мы сейчас посмотрим статистику, она уже публикуется. Кстати, еще один интересный очень момент, то те организации, да, и те компании, которые принято называть Big Pharma, например, и обвинять во всякой алчности и прочее, они как раз все показались с хорошей стороны. То есть, например, медицинские угрозы научные всю информацию по коронавирусу сделали открытой. То есть никаких паеволов, ничего. То есть вы заходите и читаете подборки исследований, которые уже сейчас публикуются в огромном количестве. Это первое. Второе. Производители начали жертвовать определенные препараты, которые показали себя неплохо в этих самых исследованиях. То есть там на десятки миллионов долларов все это подошло. А вот всякие товарищи с темной стороны, да, они почему-то все это делают за деньги. Ну ладно, это как бы отдельный разговор. Группы риска. Группы риска, конечно, мы сейчас вот по этим исследованиям посмотрели, что медиана сильно смещена вправо. То есть что это означает? Где-то 59 лет средний возраст пострадавших. И это логично. Потому что всегда, когда начинается вспышка, любая, да, у нас есть определенная скономерность. Обращаются кто? Кто тяжелее всего переносит? Тяжелее всего кто переносит? Взрослые, сильно взрослые, пожилые люди, ослабленные какими-то фоновыми заболеваниями, ну, например, там, сердца сосудов, легких и так далее, у них изначально есть хроник, ему добавляется туда определенный вирус, человеку получается плохо. Он обращается в больницу, там пока не знают, что у него за коронавирус, например, да, подозревают, что это некая обычная ОРВИ и обычная пневмония, лечат, не справляются, человек умирает, и вот таким образом мы набираем то, что называется, пострадавшие первые волны. Когда мы уже точно знаем, что там происходит, начинается массовый скрининг. То есть начинают отслеживать контакт. Вот сейчас я специально посмотрел китайские новости, на их сайтах контактных около 80 тысяч человек. Но это не означает, что они будут зараженными, это контактные. Они находятся в режиме обсервации, то есть за ними наблюдают, им делают тесты и так далее. По тестам примерно около 9 тысяч человек еще может быть зараженными. То есть мы прикидываем так где-то 15-20, может быть, чуть больше тысяч человек будут вовлечены именно в эту эпидемию в ближайшее время, то есть до конца января. Еще вопрос от нашей радиослушательницы Виктория спрашивает у вас. У выздоровевших сформируется пожизненный иммунитет? Это первый вопрос. Второй вопрос. Каков риск, что этот вирус будет циркулировать ежегодно, мутируясь год в год? Ну как это делает грипп, кстати? Да, ну к счастью, так умеет делать только грипп. Больше так делать никто не умеет, и это нас сильно выручает на самом деле. Дело в чем, что грипп существует на планете постоянно, вот никуда не уходя. Вот Сарс, была вспышка, все, где мы? Теперь его давно не видим, не слышим, ничего его нет, он испарился. Или опять ушел в животный резервуар. А грипп, он постоянно ходит между людьми, между животными, между птицами, его переносят прилетные птицы достаточно легко, и он регулярно есть на планете, он постоянно обращается. И к счастью, это уникальное явление, больше так никто не умеет. Иначе у нас были бы большие проблемы, да, потому что насчет иммунитета пока что сложно сказать, нужно будет смотреть. Мы не можем однозначно ответить на 100%, потому что у нас еще нет данных. По большому счету вирус описан, ну так, более-менее толково, только в декабре 2019 года. Мы еще о нем почти ничего не знаем. Есть, конечно, некоторые предположения, да, что, ну, не исключено, что может быть так, потому что, ну, к коронавирусу, по идее, должен выливаться иммунитет достаточно стойкий, пожизненный. Но посмотрим, как будет с ним. Еще раз повторюсь, данные пока неизвестны. Все еще идет стадия накопления, все это появляется. Будет ли он мутировать? Ну, есть такая закономерность, например, у вирусов, у многих. Для чего вообще, например, делаются прививки? Да, для того, чтобы не давать дикому вирусу резвиться в популяции людей. Иначе он очень быстро изменяет свою инфигенную структуру. Это прекрасный пример есть, ну, не с вирусом, конечно, с бактерией, возбудитель чумы. И она, когда мы отслеживаем вот эти оскобки, то есть мы находим могилы погибших от чумы в разное время, то мы выясняем, что антигенный состав, на самом деле, очень сильно поменялся до нашего времени. Она постоянно приспосабливается, она постоянно меняется, эта бактерия. С вирусами та же история, они даже еще быстрее обращаются, по большому счету. И если давать ему свободу, передвижение и всего остального, не исключено, что, может быть, и последствия какие-то плохие, потому что он сильно закрепится у нас. Но здесь есть одна тонкость. Он все-таки, скорее всего, у животного происхождение. И именно поэтому он, наверное, в этот резервуар и вернется. Для того, чтобы это происходило регулярно, нужно, чтобы был регулярный, постоянный контакт. Ну, даже в Китае, в общем-то, насколько я знаю, я специально спрашиваю людей, которые с этим связаны, и которые там живут. Диких животных все-таки стали поедать гораздо меньше. Я понимаю, да, что это все еще остается традиция, что там едят все, что шевелится, а что не шевелится. Сначала расшевеливают, потом все равно едят. Но все-таки это уже в меньшей степени стало. И это внушает, опять же, очередной упор с осторожного откидывания. Теория заговора, которые, опять же, обсуждаются очень широко. Бактериологическое оружие. Есть вероятность? Смотрите, оно, во-первых, должно действовать по-другому. То есть оно для чего предназначено? Для того, чтобы уничтожать либо живую силу противника, либо его головы к работе. Летальность, которая сейчас наблюдается, это очень сильно не похоже на биологическое оружие, на его задачи, цели и прочее. Это какое-то, видимо, либо очень-очень слабое биологическое оружие, либо, что, скорее всего, это не биологическое оружие. Просто потому, что потенциально подходящих для этих целей вирусов, ну, так много, и бактерий в том числе, они известны во всем мире, против них подготовлены специальные мероприятия и так далее, и так далее. Ну, и второе, это, конечно, бывают, конечно, утечки в лабораториях. То есть в советское время была такая история в Свердловске, например, случается утечка из сибирской язвы. Но, опять же, они единичные. И так, чтобы это происходило объяснимо, то есть вот мы можем объяснить, откуда взялся этот коронавирус. Вот если бы мы не могли объяснить, откуда он появился, и не было бы никаких даже идей и никаких аналогов, да, тогда можно было бы дать волю теории заговоров и что-то там попридумывать. Но в данном случае зачем придумывать что-то, да, навороченное, достаточно сложное? Потому что я понимаю, что там есть институт вирусологии, но, извините, он там в 50-х годах существует. И никаких проблем до этого не возникало. Ну да, он недавно получил вроде как лицензию на работу с четвертым классом, с возбудителями четвертого класса опасности, то есть высший уровень допуска. Но, опять же, за всю историю человечества мы знаем буквально вот по пальцам пересчитать, когда вот эти особо опасные возбудители утекали где-то. Ну, например, в Соединенных Штатах есть прекрасный еще мини-сериал, называется «Зона заражения», по-моему, и там как раз про вот эту утечку Эбола в Соединенных Штатах там было всего 5 случаев заражения и один летальный экспорт. Все. То есть, если бы это была утечка, не было бы такого массового распространения. Ну вот, по крайней мере, такие предположения и такие соображения. Насколько человек научился вмешиваться в структуру вирусов, ну вот мы уже говорили с вами об экстрологическом оружии, усиливать их патогенность, усиливать их разрушительную силу, то есть далеко мы в этом смысле продвинулись как ученые? Я бы не сказал, что сильно далеко. Дело в том, что создать, конечно, можно, но вирусы, повторюсь, очень быстро изменяются, очень быстро. То есть мы не можем гарантировать, что вот мы создали некий вирус и понятно, что мы против него немедленно готовим там какой-то противовирусный препарат, вакцину и так далее, чтобы защитить своих, да, если мы это используем именно как биологическое оружие. Мы его выпускаем, и вот когда мы его выпустили, мы управлять им не можем. И в этом основная проблема биологического оружия, она не управляема. Мы не можем гарантировать, что через несколько пассажей, да, буквально, там, 2-3 пассажа, он не изменит антигенную структуру. Чаще всего бывает так, что да, он меняет. И все, что мы под него приготовили, например, уже не будет работать. Это хорошо показано в достаточно старом фильме, она в конце 20 века вышла, «Эпидемия» называется, или «Вспышка» с Дастином Хоптаном. Прекрасно показано. Именно такой случай разобран просто досконально. Поэтому нет, смысла никакого в этом нет. Еще вопрос от наших слушателей, которые пишут в WhatsApp. Как понять, что пневмония вызвана именно коронавирус? А, вот это сложно. На самом деле он вызывает первичную пневмонию, что называется, да, то есть есть первичная, есть вторичная. Первичная вызывается собственным вирусом, и при гриппе тоже бывают первичные пневмонии. И, например, во время пандемии испанки именно первичная пневмония с расплавлением легких, она как раз была причиной основной летальности. Ну, есть некоторые, опять же, то есть мы можем только взять и посмотреть, что происходило с первыми зараженными, как у них тепла, как выглядела пневмония. Она была чрезвычайно тяжелой сразу, то есть пневмония, обычно она развивается постепенно. Понятно, что, например, было некое заболевание предыдущее, и потом на его фоне присоединяется пневмония. Постепенно, постепенно эта картина развивается и так далее. То есть такое проградиентное, что называется, течение. Здесь это было резкое начало, сразу высокая температура, объем ее, и самое главное, сразу выраженная дыхательная недостаточность. С чем это связано? Ну, потому что вирус чаще всего поражает оболею. Бактериальная пневмония, ну, то, что называется типичная, да, у нас есть типичная, а типичная. Типичная – это все, что вызывается пневмококом, а типичная – это вообще все остальные. То, что вызывается пневмококом, чаще всего поражает, ну, например, там, или сегмент легкого один, или долю легкого какого-то, двухстороннее бактериальное, это просто очень-очень редко встречается. А здесь сразу на обе стороны. То есть человек не сможет сам у себя распознать на 100%, что это прям натуральный коронавирус. Но он будет вынужден обратиться в больницу, потому что она будет течь очень тяжело. Это будет, еще раз повторюсь, дыхательная недостаточность. И не заметить ее, вот никак не получится. Это точно не происходит. Что касается вирусов, и такой, может быть, фундаментальный вопрос, какова их главная задача с точки зрения эволюции? Потому что мы знаем, что вирусы – это очень древняя история. Мы, ученые, я имею в виду, объяснили для чего, хотя, наверное, у природы нельзя спрашивать и задавать ей вопрос для чего, но тем не менее, эволюционной точки зрения какой смысл это несет? У любого живого организма есть только один смысл – размножаться и распространяться. Все. Это касается абсолютно любых созданий на нашей планете. Делать все для того, чтобы максимально распространиться. Вирус этим и занимается. То есть фактически у вируса есть тяга к экспансии, как у любого другого вида? Абсолютно верно. Просто где-то сталкиваются интересы других видов, здесь они столкнулись с человеческими, скажем. До этого он сталкивался с какой-то животной средой. Ну, не знаю, там летучие мыши, там говорят, змеи, еще что-то в этом роде. Ну, то есть там есть тоже какие-то варианты. Да, то есть мы состоим из взаимодействия интересов, скажем так, в том числе любые живые и не особо живые, потому что вирусы там как-то спорная такая форма достаточно интересная. Но тем не менее, задача у них одна – попасть в благоприятную среду, максимально размножиться и потом распространиться. Все. Вот я как-то говорил с одним известным австралийским вирусологом, который в такой философском ключе комментировал историю с вирусом и сказал, что мы еще так мало о них знаем, что на самом деле скоро мы поймем, что это настоящие хозяева нашей планеты. Вот вы согласны с тем, что… Так есть. Вирусы и бактерии – это настоящие хозяева на самом деле. То есть не человек венец творения, а в общем-то как раз вирус. В ни в коем случае не человек. Нет, вы что? Нет. Человек не… Он просто считает себя как бы венцом творения, но даже если мы посмотрим внутрь нас, заглянем, да, и посчитаем количество клеток, то выяснится, что по клеткам наших собственных клеток лишь всего-навсего в 10 раз примерно больше, чем клеток бактерий и вирусов, которые в нас живут. Так что еще вопрос, чей организм? То есть мы живем в содружестве, в симбиозе с вирусами и бактериями. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Медицинский журналист Алексей Водовозов был с нами во второй части программы, посвященной коронавирусу. Спасибо, всего доброго и до свидания. Эфир провел Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. Мы прощаемся с вами до вечернего интеракции. Вы вечером встретимся и продолжим наш рассказ.